Всем привет! Хотела записать короткое видео сегодня насчет ситуации в Украине. Мой брат в Украине, он мне вчера ночью позвонил в три ночи, сказал, что он проснулся в пять утра от взрыв-бомбы неподалеку. То есть он живет на левом берегу Киева, и сирены. Сирены, и люди, в общем, пытаются убежать из Киева. Куча машин, дороги все забиты, то есть никуда не проедешь, не пройдешь, но он взял такси и просто уехал на дачу. Что я хотела сказать. Я заметила очень много видео на YouTube, из канала, которые я смотрю, русскоязычные каналы. Люди начинают винить друг друга. Русские винят Украину. Смотрите, что они делают, они нас бомбят. Украина говорит на, я могу сказать, украинскую сторону, что мне брат говорит. Он говорит, ты представляешь, что русские бомбят своих, а говорят, что это украинцы их бомбят. То есть вы понимаете, что происходит, да? Как они нас хотят всех поссорить, чтобы мы друг друга стали ненавидеть, друг друга пальцы на друг друга показывать, с друг другом бороться, сражаться. А за это время, пока мы тут разбираемся, кто украинец, кто русский, кто виноват, кто нет, они будут делать свое дело. А что они хотят? Они финансовую систему хотят разрушить. Вот они хотят разрушить наши планы, победы вообще, и взять наши собственные планеты обратно в наши руки, в наше управление. И тут я как на это все смотрю? Я просто вижу, кто проснулся, кто нет, по их видео. Потому что они смотрят только со стороны физического тела. А по-хорошему надо смотреть со стороны души, потому что мы есть душа в физическом теле. Это физическое тело родилось в той или другой стране. У этого физического тела есть физическое ДНК. Мое собственное физическое ДНК. У меня один дедушка из России, его сын из Москвы. Другой дедушка, прадедушка, у меня поляк стопроцентный. Потом у меня есть бабушка, которой мама молдаванка. У меня украинец, отец. И получается русская мама. Посмотрите, у меня Польша, Украина, Россия и Молдавия. Все во мне, в моем физическом теле. Но разве это имеет значение? Для меня это не имеет никакого значения. Мне все равно, из какой страны вы, из Казахстана или из России, Украины, Китая. Мне все равно. Когда вы общаетесь с человеком, что вам важно? Вам важна душа человека, правильно? Он честный с вами или нет? Он пытается что-то как-то вас использовать или нет? Или он абсолютно добрый, адекватный, чистый человек, чистой душой и помыслами? Это важно, правильно? Вот поэтому я считаю, это очень настолько... На все надо смотреть. Это многослойный, многослойная, как бы, круги контроля, можно сказать, или пирамида контроля. Что происходит? За нашу планету сейчас борются много раз. Множество инопланетных рас, которые воюют с друг с другом. И так как они воют, они пытаются в нас тоже, чтобы мы воевали, потому что мы должны им дать энергию. Если мы не воюем, если мы в мире согласия с друг с другом, мы им не дадим энергию. Но дело в том, что они нами управляют как кукловоды, и люди на это ведутся, и люди начинают показывать пальцы, говорить, а этот с Украины, этот с Россией. Если с Россией плохой, с Украиной хороший или наоборот. Но это просто на самом деле смешно, потому что я уже начинаю говорить людям, что я себя не ассоциирую, свое тело ни с какой страной уже, что я с Сириусом. Потому что реально люди, даже которые проснулись, они смотрят на все с физической точки зрения. А с физической точки зрения ты не можешь на это смотреть. Потому что мы все рабы. Мы все рабы этой системы. Единственный выход из этой тюрьмы, из этого рабства, это объединение. И единственный выход это сказать нет. Я уважаю себя, я уважаю своего соседа, я уважаю своих друзей. И мне абсолютно все равно, как вы решили назвать этот концлагерь, или это Польша, или Болгария. Это все равно концлагеря, они разделили нас. Мы раньше были огромным, большим континентом, на котором мы все жили. И мы так должны жить. И мы должны сказать им нет, мы не пойдем друг на друга, мы не будем запускать эти бомбы друг на друга. Вот это я считаю важно очень заметить и сказать. Потому что сейчас мы, мы сейчас переходим в очень, у нас сейчас как раз вот этот момент перехода, он очень такой, это хаос, это разборки, это вся вот эта грязь всплывает наверх, все конфликты тоже наверх. Они бросают на нас все, они бросают на нас все грязные планы, которые они когда-либо зарисовали, да, вот эти вот все зарисовки, они идут в действие на физике сейчас. Потому что они хотят энергетический хаос, люди, чтобы были в страхе, чтобы полетела финансовая система. Вот это вот все, они перед уходом, перед тем, как покинут эту планету, отдадут ее нам обратно, они хотят это сделать. И поэтому мы должны очень хорошо думать и помнить именно об этом. И я, поэтому я решила сделать это видео. Мне это очень важно высказать мое мнение и, пожалуйста, смотрите вглубь. Смотрите вглубь, потому что мы все хотим одного, мы хотим жить в мире, расти детей и быть счастливы. И никакого не имеет значения, в каком теле-контейнере мы находимся, какое ДНК оно имеет. Потому что мы все, мы все смешаны сейчас. У нас, можно сказать, что мы все гибриды в любом случае. Поэтому это вообще не имеет значения. Спасибо вам огромное. Я очень много получила от клиентов посланий, сообщений из разных стран мира, которые говорят по-русски, что они мне предлагают помощь. Так что огромное вам спасибо за все слова поддержки. Пока-пока.